Десять лет назад Юлия Ишкова переехала в Химки и пришла работать в детский сад номер 27, а уже через три года возглавила его. За семь лет на своем посту она собрала коллектив высококлассных специалистов. Благодаря активной работе с людьми Юлии Сергеевне удается найти подход к каждому. С детьми у нее складывается настолько теплое отношение, что каждый год на выпускных вечерах заведующая не может сдержать слез. Ведь так сложно отпускать тех, за чьим взрослением она наблюдала на протяжении многих лет. Будучи человеком любознательным, Юлия Сергеевна признается, что не может долго стоять на одном месте, каждый раз открывая для себя новые возможности. Три года назад она заинтересовалась только что зародившимся проектом «Химке интересно жить» и основательно в него погрузилась. Вместе со своими коллегами проводила интересные кулинарные, спортивные и музыкальные мастер-классы. В период пандемии они перешли в онлайн-режим, а чаты по интересам стали площадками, на которых химчане начали делиться идеями по развитию города. Юлия Ишкова проявляет свою активную позицию и здесь. Вместе с коллегами по движению общественной поддержки встречается с жителями. На встречах химчане обсуждают и выдвигают инициативы, направленные на позитивные перемены в муниципалитете. В начале мая Юлию Ишкову избрали одним из лидеров движения общественной поддержки. От движения общественной поддержки я получила очень много общения, именно живого общения с людьми, живого общения с жителями, которые видят проблемы изнутри, которые понимают, что они хотели бы сделать, как бы они хотели преобразить город. С 2014 года Юлия Ишкова также является членом партии «Единая Россия». Помогает в реализации таких проектов, как «Доступная среда» и «Крепкая семья». Регулярно занимается добровольческой и благотворительной деятельностью. По этим проектам я плотно очень взаимодействую с комиссией по делам несовершеннолетних. Очень часто принимаю заседания в проводимых комиссиях. Ну и помогаю всячески, как только могу. Большую лепту Юлия Ишкова внесла в развитие Химкинского виртуального музея. Записывает интервью с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. Собирает исторические документы. Вместе с коллегами, лидерами движения общественной поддержки, Химки «Интересно жить» регулярно навещает ветеранов. Я провела сначала у нее интервью, так полюбила эту бабулечку, что потом пришла, поздравила ее с Днем Победы. Она очень хорошая. У нее такая очень душевная история. Она меня очень тронула, когда рассказывала. И плюс она издала две книги. Одна книга – это ее воспоминания, а вторая книга – это воспоминания ее матери. Память о подвигах наших предков и любовь к родине Юлия Ишкова старается сохранить и в сердцах своих воспитанников. Дети должны знать историю своей родины. Дети должны знать, что у России есть герб, есть флаг, есть гимн. Кстати, наши дети все знают гимн России, знают обозначение флага. Как человек, работающий в сфере образования, Юлия Ишкова стремится поддерживать инициативы горожан по этому направлению. Например, она продвигает проект по реконструкции детского сада «Радуга». Здание функционирует с 71-го года. С этого момента здесь еще ни разу не проводились масштабные работы, а потому учреждение требует капитального ремонта. Естественно, что все-таки все уже имеет свой срок, все требует обновления и улучшения. Мы все-таки живем уже в 21 веке. Мы хотим, чтобы наши дети находились в комфортных условиях, гуляли на комфортных площадках, пользовались экологически чистыми игрушками. Еще один проект, продвигаемый Юлией Ишковой, направлен на строительство дополнительного корпуса школы номер один. Эти работы позволяют увеличить емкость образовательного учреждения на 500 человек. Юлия Сергеевна отмечает, что реализация проектов напрямую зависит от поддержки горожан. Ведь именно жители выбирают наиболее значимые из них и определяют, какие нужно реализовать в первую очередь. Сделать это можно на сайте голосования Хишонлайн. Сама тема движения, она, конечно, уникальна, потому что жители получили возможность напрямую свои инициативы, свои пожелания доносить до органов власти. И все эти их желания и инициативы, они реализовываются. Редактор субтитров А.Семкин